Игорь Власов, большинство рязанских художников считают своим учителем. Редко удается увидеть картины мастера в одном месте. В галерее Привне Штургбанка такая возможность есть. До февраля. Игорь Власов – художник разноплановый. Его работы представлены в жанрах и портрета, и пейзажа, и натюрморта. Узнать его картины легко. Стиль автора прослеживается в каждом мазке кисти. Работал и продолжает мастер в направлении реализм. Город, он угнетает. Надо просто выйти в поле, посмотреть на небо. И это точно совершенно сказано. Я это на себе испытал. Вот когда в городе становится тяжело, то надо вырваться из города, очутиться на природе. И действительно, когда увидишь много неба, много земли, деревьев, река, все это чудные вещи, которые не имеют цены по красоте. И эта красота нас окружает. И, естественно, хочется это все воплотить в живописи. Ну, вот это смысл жизни, если кратко так. Поздравить Игоря Власова с открытием выставки пришли его ученики, которые уже сами являются наставниками начинающих художников. Много теплых слов было сказано коллегами в его адрес. Так художник Игорь Ситников назвал автора выставки художником-философом. Александр Марьяшин – самым большим поэтом среди рязанских художников. Искусствовед, преподаватель истории искусств Елена Марьяшина отметила широкий круг интересов Игоря Власова, при этом объединенных одной важной составляющей – красотой. В 19-м век, когда появилась фотография, мы так решили, зачем мы в живописные портреты-то? Мы в фотографии живы. Щелкнул великолепно, оформил рамочку, и вот она и хороша, один в один. Получилось так, как надо. Но даже все эти технические нововведения, все эти видео, и что только нету, сейчас не придумали, вот даже там такое, как живой. А живопис ничего не заметит. Невозможно заметить. Знаете почему? Потому что, когда смотришь на живопис, это такое замечательное слово – со-зер-ца-ни-е. Когда смотришь на фотографию, это слово даже не вспомнишь. Вообще, вот это со-приставка очень интересная. Содружество, сочувствие, содействие. Что-то везде вот это со-толкается. Почему? Потому что это действие. Действие совместное. Мы подошли, и мы уже работаем вместе. Художник и зритель. И созерцание, оно получается только как-то живость. И думаешь, интересно, о чем это он там. Вот так вот все позируют. Устал, наверное, уже. Хочется, может, уже что-то стать, что-то действовать. Да и она. А знаешь, какая вертушка была? На самом деле, она была в белой футболке и джинсах. У нее короткие волосы. Сидела она недолго. И ее лечью посадили, просто она всем мешала. Ну, ничего. Такая вертушка, летняя практика. Ну, посадили. Солнце. Она бледная, городская. А потом она стала так покрывать загаром-загаром. Студенты там волнуются. Че с ней делают? Ну, давайте хоть и не венок какой-нибудь там летом. Закрыли венок. В конце концов, она убежала. Позировать она не стала. Потом вернулись домой, в город. И вот дальше уже идея. Знаете, как у художников идея? Она же не просто девочка в футболке и джинсах. Она само лето. Вот лето и все. И вот это лето в зелененькой юбочке, в белой блузочке. Вот на фоне парка. Он появился из нейтрального фона. И стал вот так. А другой портрет в красном. Вы знаете, вот есть они камерный. Юмишу у нас это камерный портрет. Это в Бесильдии. А вот это называется парадный портрет. Когда в интервете. Когда все подобраны. Столинное кресло. Китайская жилопись в золотой раме. Платье из китайского шелка. Мягкого, необыкновенного. И чтобы на нее посмотреть, надо так вот немножко голову вверх. Вообще по правилам парадный портрет. Они в поколенный или в рост. Чтобы так мы немножко приподняли образ. И это, знаете, чуть-чуть свысока как бы даже. Это делает человека чуть выше, чуть значительнее. Это не камерный портрет. Сам Игорь Власов отметил, что красота окружает нас везде. Хочется воплотить ее всю в живописи. В этом смысл жизни художника. Продлится выставка рязанского художника Игоря Власова в галерее Приобанка до 18 февраля. Хотя новогодние праздники позади, но поймать настроение все еще можно в холле художественного музея. Здесь выставлены фотооткрытки. Что же такое поздравительная фотооткрытка? Уже более века в международном сообществе фотографов существует традиция создавать их к Новому году. Есть у этого жанра и свое название – ПФ, полученное от первых букв итальянского «на счастье» или французского «чтобы поздравить». В России новогодние фотооткрытки сегодня называют ПФ-ками, и они являются полем для свободного творческого самовыражения автора. Единственное, чего должен придерживаться мастер – это подарочного формата работы. Обязательными атрибутами являются имя автора, а также символы ПФ, расположенные на поле изображения. Кроме того, художник может по желанию разместить на открытке новогоднее поздравление или любой уместный текст. У нас в этом прекрасном вестибюле, правда, холодно, но выставка, которая здесь заработала, дарит тепло. И мы приглашаем наших гостей и, конечно, жителей Рязани полюбоваться и получить массу положительных впечатлений, потому что выставка – это новогодние открытки, фотооткрытки. Фотографы всего мира создают новогодние открытки, фотооткрытки, и этой традиции уже более ста лет. Рязанский союз фотохудожников принимает в этом активное участие. Уже не первый раз выставка ПФ, так называют фотографы эти открытки, представлена в стенах Рязанского художественного музея, чему мы, конечно, очень рады. Формат фотооткрыток соответствующий – 10 на 15. Здесь на выставке вещи увеличены специально для зрителей. Волшебная атмосфера праздника и красоты продлится до февраля. Спешите увидеть. А эта выставка в художественном музее, хоть и маленькая, но очень серьезная и важная. Посвящена она блокаде Ленинграда. Осмысление трагедии и подвига этого русского города в искусстве началось сразу и продолжается до сих пор. Выставка из фондов Рязанского художественного музея включает произведения мастеров, живших и творивших в осажденном городе. В их полотнах, гравюрах, литографиях, виденное наяву. Помимо людей, героям произведений предстает и сам город. В записях очевидцев не раз встречаются слова о необыкновенной красоте безлюдного заснеженного Ленинграда. Рядом с нами живописное произведение Ярослава Николаева «После обстрела». В этом изможденном, измученном, истерзанном голодом мужчине художник изобразил самого себя. За ним и лежащим на снегу погибшим мы видим величественное здание. Оно узнаваемое. Это здание Академии художеств в Санкт-Петербурге. Эта выставка посвящена одной из самых трагических и героических страниц истории нашей Родины. В графических листах лицо самого города. Не только жителей, но и Ленинграда, который в эти годы выглядел торжественно и грозно. Таким он и смотрит на нас с этих полотен. Те, кто пережил суровую зиму с 1941 на 1942, весной встали на расчистку улиц города. И среди них оказался художник Пахомов. Во время работ, тяжелейших работ, он присматривался и задумывался о том, что будет изображать. На оборонительных работах так называется произведение мастера Серова, который во время блокады занимал пост председателя Ленинградского союза советских художников. Он проявил себя как незаурядный, очень организованный, талантливый и мужественный человек. И центр находился на улице Герцена. Многие художники, многие мастера приходили туда. Для художника Шеленговского представленная на выставке серия стала последней. Он не пережил голода. Камерная небольшая выставка «Дорога жизни» между тем производит неизгладимое впечатление. Здесь, в этом зале, фраза «Связь времен» звучит, наполняясь особым смыслом. Выставка будет работать каждый день, кроме понедельника и первой пятницы месяца с 11 до 19 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok